Артём, здравствуй! Послушал твои занятия. Есть у меня пожелание к постановке, именно как ты стоишь. Проследи, пожалуйста, чтобы у тебя ноги были на ширине плеч. Вот последние несколько записей обратил внимание, что ноги у тебя прям вместе. А вот, например, ты играл штрих-мартле, там же активное проведение, и ты из-за этого, может, ну, не упадёшь, конечно, но потеряешь равновесие. Поэтому точно на двух ногах, чтобы стоял, и на ширине плеч расставить ноги. Вспомни, как мы с тобой стояли. Вот если ты бы стоял бы в автобусе, как бы ты стоял, ну, чтобы не упасть? Обязательно за этим проследи. Так, и теперь, что касается мартле, мне понравилось, очень понравилось. И следи за распределением смычка, чтобы каждая нотка у тебя была с остановкой, и пальчики у тебя работали на опережение смычка. Вот там очень хорошо, мне понравилось. Вот теперь продолжай так же работать. Вот теперь, что касается арпеджио, ну, вот смотри, не послышалось, ну, точнее, не послышалось, а точно тебе скажу, ты сыграл минор, минор. У тебя нота фа прозвучала, как обычная фа, а там же фа диез. В чем дело? Вот смотри, ты сыграл. А там же фа диез. Вот помнишь, ты играл гамму. Вот тот же самый вот этот вот второй палец, фа диез, он должен быть и в арпеджио, в первом, в трезвучии. И давай договоримся, вот по этому сборнику, 26 номер, пройди сначала на деташе. А ты сразу легато показал, по два. На деташе. Давай пойдем дальше. Есть следующее арпеджио, ре, соль, си и ре. Также на деташе. Теперь смотри, есть три четверти дальше. Значит, так же деташе, но чуть-чуть живее. А вот после того, как ты сыграешь все вот эти вот чередования половинками и четвертями, потом приступи, опять еще раз арпеджио, но уже по два легато, вот эти половинки. Только точно следи за распределением смычка, чтобы вторая нота началась точно от середины. Раз и два и. Раз и два и. Раз и два. Повторяем. Второе трезвучие. А вот где размер три четверти, значит по три легато на смычок. А это означает, что каждую часть смычка нужно разделить на три кусочка. Два и третий. Вот таким образом попробуй познакомиться сначала со вторым арпеджио на деташе и потом только на два легато переключись. Если два легато будет получаться хорошо, попробуй тогда вот в размере три четверти сделать следующие такты и по три легато. Это уже сложнее, ты сам понимаешь. И вот теперь смотри. Мишка, хорошо. Понял, где там тонны-полутоны. Единственное, конечно, нотка ми сама была низковата. И обрати внимание, то есть вот где-то в гамме, где-то в какой-то песенке ты сделал левую руку хорошо, а вот в мишке опять у тебя первый палец немножко плашмя упал. И из-за этого еще и большой палец уходит вот туда, вот он прям, у него голова, ну не голова, вершина, отклонена вот так вот. Первый палец мы ставим вот буквой П, вот такая трапеция, фигура получается, как такой стульчик. Да, у тебя немножко плашмя, вот так вот ставим, да, чтобы у тебя полосочка была на указательном пальце, не знаю, видно, не видно. Но ты помнишь, да, то, что вот у нас должна быть полосочка вот именно вот в этой части, не на мясо, а вот так вот. И вот ты гамму, ре мажор играл, например. Вот это вот у нас тон от порожка, вот первый палец. И вот смотри, где большой, вот здесь он рядышком, не сюда, а вот здесь вот. Ну, в основном, молодец, то есть прочувствовал, как у тебя ставится второй палец. Можешь поувереннее вот такой замах, чтобы ты точно понимал, точнее, не ты, а даже палец натренировался, как он у тебя стоит, на тон или на полутон. Хорошо. И вот в связи с этим, а смотри, как интересно сделано. Вот если ты проиграешь все арпеджио, и последнее арпеджио у тебя, ре, соль, си. Вот чуть-чуть назад вернемся. И вот смотри, нотка си. У тебя следующий номер, паук и мухи с нотой си. Ты закончил на ми, но там потом вторая строчка, то же самое. То же самое. И потом, мишка от этой же самой нотки ми очень удобно проиграть подряд, чтобы и запомнилась эта нотка ми, и чтобы ты потом мог после... Вообще просто сразу эту нотку поставить, эту ноту ми. Да, так что вот можешь проиграть арпеджио, паук и мухи, и мишку. Там вот нотка последняя переходит к началу первого... Как бы тебе сказать... Последней ноты являются первой нотой следующего произведения. Вот. И теперь, в связи с этим, поскольку ты знаешь, как у тебя ставятся тонны и полутонны между первым и вторым пальцами, то можно разобрать двадцать девятый номер, в осаду ли в огороде. И вот посмотри, у тебя после скрипичного ключа стоит всего лишь один па диез. То есть во всех октавах у тебя будет па диез. И первая нота у нас до. Значит, нота до у нас не как в ре мажоре до диез, а до обычная. Значит, получается, будет полутон между первым и вторым пальцем. Мы поставим пальцы вместе. Полутон. И вот если ты посмотришь первые ноты... До, до, си, си, ля, ля. Вот прежде чем сыграть наоборот, давай сыграем... Ну, в смысле наоборот. Прежде чем сыграть, как написано, мы сыграем наоборот. Ля, си и до. Помнишь, у кота-воркота в брусном варианте? Попробуй потом после этой песенки сразу найти нотку до. И вот как звучит вот эта песенка. Внимание, нота соль, ты знаешь, как играется. И дальше после нее фа диез. Значит, полутон между третьим и вторым. Внимание, вторая строчка. Там есть реприза, на что нужно обратить внимание. Вот посмотри самый последний такт. Две нотки ми-половинки. Ты сыграл первым пальцем. А второй палец до, ты поставишь рядышком с первым пальцем, но на соседней струне. То есть получается полутон через струну. Через струну. На соседней струне, это же правильно так сказать. Полутон на двух разных струнах. Если ты, помнишь, играл мишку, а здесь будет... Понимаешь, да, о чем я говорю? Если что, обязательно меня спроси. То есть последняя нота ми и новая нота до, первая нота до, ты пальцы поставишь вместе. Тогда будет минор. Тогда будет песенка в миноре получится. Вот таким вот образом. Проработай ее не спеша. Там тебе в скобках, конечно, написано подвижно, но подвижно песенку будешь играть, когда ты ее пройдешь в среднем, спокойном, в медленном темпе, чтобы тебе самому все было понятно. Где у тебя там будут полутоны между какими пальчиками, обязательно об этом подумай. И тогда пришли мне новые записи как раз с этой песенкой. Паук и мухи можешь. И гамму. Как раз-таки можешь там деташе ее сыграть. Два легата, четыре. Штрихом. Март, лев. Не забывай, играй, работай над этим штрихом. И арпеджио. Два у тебя арпеджио теперь есть. На деташе, на легата по два и легата по три, когда размер три четверти. Вот таким вот образом. Ну, давай тогда, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok